Если человек хочет исследовать мистическую природу нашего существования, тогда повышение акаша является необходимым аспектом. Когда человек в определенной степени овладеет пятью элементами, он обнаружит, что нет такого понятия, как то, что внутри, и то, что снаружи. Пять элементов, которые мы признаем как основные составляющие жизни этой магии элементов. Я называю ее магией элементов, потому что с помощью всего лишь пяти компонентов. Не пяти миллионов, а только пяти компонентов. С их помощью было сделано очень много. С помощью пяти элементов. То, что предстает как космос. То, что предстает как жизнь. То, что предстает как все, что мы можем видеть, слышать, обонять, пробовать на вкус и осязать. Находится далеко за пределами сочетаний и комбинаций, которые мы можем себе представить. Если что-то выходит за пределы сочетаний и комбинаций, то это уже не математика. Это магия. Так что это магия элементов. А владение этой магией элементов является самым фундаментальным аспектом йоги. По сути, когда люди хотят быть физически крепкими, для этого важен элемент земли. Но для того, кто находится на духовном пути, кто хочет воспринимать, самое важное — это акаш. Вот почему акаш становится наиболее важным. При создании этой человеческой формы по большей части уже установлены 72% воды, 12% земли, 6% воздуха, 4% огня. Остальное — это акаш. Когда мы сказали «остальное», мы не имели в виду 6%. Мы сказали «остальное». Если вы увеличите долю акаша в системе, если вы увеличите долю акаша в более широком понимании того, кто мы есть, тогда наша способность воспринимать сильно возрастет. Если эта доля остается низкой или… если акаш находится на минимальном уровне в человеке, тогда его способность к восприятию будет очень низкой. даже если человек обладает сильным интеллектом, этот интеллект будет искать насыщение в бытовых вещах. Он никогда не сможет возвыситься до восприятия чего-то большего. И так, в этом контексте, один из важных аспектов духовного прогресса, один из важных аспектов вигьян или вишешгьян, если человек хочет воспринимать за пределами пяти чувств, если он хочет воспринимать то, что не является физическим по своей природе, если он хочет настроить свою антенну на большее измерение жизни, если он хочет исследовать мистическую природу нашего существования, тогда повышение акаша является необходимым аспектом. Акаш — это безграничное измерение. Когда составляющая акаш увеличивается, тогда безграничность становится природой вашей сущности. Если и не безграничность, по крайней мере у него будет такая граница, которую невозможно увидеть и ощутить. Это дает человеку огромное чувство свободы, глубокое понимание того, что он ни к чему не привязан. отсутствие оков внутри — это необходимое пространство, которое дает человеку возможность овладеть этими пятью элементами. Это относится и к человеческому организму, поддерживать его в хорошем состоянии, в эффективном и действенном режиме, но не отождествляться с ним. Это очень важный или самый важный шаг, который необходимо сделать, чтобы овладеть элементами. Когда человек в определенной степени овладевает пятью элементами, он обнаруживает, что нет такого понятия, как то, что внутри, и то, что снаружи, потому что элементы не соблюдают ваши границы. Говоря простым языком, вы сидите здесь, вы дышите. Воздух не соблюдает вашу границу, он постоянно входит и выходит. Это касается не только воздуха, это происходит со всем. Пища, которую вы едите, любые вещества, от которых мы освобождаемся, и все остальное находятся в постоянном взаимообмене. Иными словами, элементы не соблюдают границ вашего тела. Существуют только для вашего психологического комфорта, но пять элементов не соблюдают их, и они в любом случае взаимодействуют без вашего разрешения. Так что, если вы имеете некоторый доступ к познанию сущностей элементов, то вы также теряете границы своего тела. Или, другими словами, вы жертвуете своим уединением, потому что больше не существует такой вещи, как уединение. Все постоянно проникает внутрь и все постоянно выходит наружу. Когда кто-то хочет овладеть элементами, те, кто сейчас смотрит это в Америке или в любой другой точке мира, включая Индию, не пытаетесь сделать это, вы увидите, что духовные движения прошлого, какие-то такие йогины, как Наги, или Горак Надхи, или Джайны. Одна из вещей, которую они делают на базовом уровне садханы, прежде всего подвергает себя воздействию элементов, потому что они хотят, чтобы взаимодействие происходило беспрепятственно. Поскольку сегодня ходить голым по миру невозможно, хотя в Индии это все еще практикуется, здесь голыми ходят тысячи людей, не беспокоясь о социальных нормах. Но для всех вас это невозможно. Так что вы можете сделать одну простую вещь — носить более свободную одежду. Так вы вряд ли будете выглядеть стройно, но на элементарном уровне нет никакой формы. Она находится в постоянном взаимообмене. Чтобы ему содействовать и осознавать его, важно носить свободную одежду, чтобы было немного пространства между вашим телом и тканью. Это один из шагов, которые можно сделать. Если вы уделите внимание, вы заметите, что кроме дыхания, во всем теле постоянно происходит множество транзакций. если уделите им достаточного внимания, то постепенно приходит понимание природы и состава элементов внутри нас. тогда с помощью соответствующей практики становится возможным усиление одного измерения или увеличение акаша в организме. Конечно, стоит только мне это сказать, и первым вопросом будет, Садгуру, что это за практика? Практика не на первом месте. Сначала внимание. Если человек с помощью внимания понимает, что есть транзакция, взаимодействие, не умом, а с помощью внимания, если он знает, что есть транзакция, тогда мы можем повернуть ее в нашу пользу. Первое – это научиться управлять самыми очевидными транзакциями. Самые очевидные – это дыхание, питание, питье воды, взаимодействие температуры тела с внешней температурой. Это самые заметные транзакции. Просто обращайте немного больше внимания на эти очевидные транзакции. Меня всегда поражает, как дыхание, которое является ярко выраженной транзакцией, настолько заметной и приводящей в движение все тело, никогда не замечается большинством людей. Если вы не можете заметить свое дыхание, как заметить что-то более тонкое? Потому что дыхание – это шумная деятельность, оно происходит. Если вы обратите внимание на эти вещи, как вы едите, как пьете, как дышите, как прикасаетесь ко всему, до чего дотрагиваетесь, вы увидите – переживание жизни поднимется на совершенно другой уровень. Большинство людей не делают эти простые вещи. Они проглатывают еду и напитки, они дышат совершенно бессознательно, они прикасаются ко всему, не зная, к чему прикасаются и не чувствуют этого. По большому счету, так происходит с большинством людей. Если вы принесете осознанность в это, позвольте мне даже не использовать слово «осознанность», потому что для разных людей оно означает разные вещи. уделите этому больше внимания. Если вы будете гораздо более внимательны к этим вещам, тогда вы просто должны дышать, не замедляя ничего. Это важно, потому что люди думают, что когда вы дышите, вы больше не должны ничего делать. Когда вы едите, вы должны есть, когда пьете, должны пить. Нет. В этом и прелесть человеческого бытия, что мы обладаем мозговой способностью вести сложную деятельность внутри нас, но при этом можем быть внимательными. Это как если вы ведете машину, и при этом можете с кем-то разговаривать. Именно так действуют два уровня внимания. Вы можете заниматься чем угодно и при этом обращать внимание на дыхание, которое происходит всегда. Вы также можете уделять внимание пище, которую едите, воде, которую пьете. Пусть это не происходит постоянно. Таким образом, возможность познания запредельных измерений, возможность погружения в мистическую природу существования глубоко коренится в элементарном составе того, кто мы есть. Трансформация в этом может сделать с вами фантастические вещи, но нужно также понимать, что они могут перевернуть вашу жизнь с ног на голову. Такова природа фантастических вещей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова